И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвященный все тем же сетапам, все той же тематике, которую я до конца еще до сих пор не раскрыл. Вы ждали видеоролика, вы ждали обзора нашей команды, можно так сказать, да? Где я выскажу все свое мнение по поводу игроков, по поводу того, что я думаю про каждого и возможно познакомлю вас немножко больше с каждым игроком нашего коллектива и возможно это покажет все это дело с какой-то новой стороны. Если вам понравится данный видеоролик, то обязательно не забудьте его поддержать лайком, не забудьте подписываться на канал, ну и нажимать на колокольчик, дабы не пропускать подобных видеороликов. Ну а мы начинаем. Сегодняшний рассказ будет непосредственно про семерых игроков. Я не включал в количество и рассказ тех игроков, которые не участвовали в данном турнире, то есть Тим Эйдж и Илюша Год. Это два игрока, которые находились у нас в составе, но не принимали участие, поэтому сегодня про них я не скажу ничего. Единственный момент, наверное, который мне хотелось бы выделить в данном контексте, это то, что с как минимум одним игроком имейдж мне помог и помог, наверное, своим правильным словом присмотреть, найти, возможно, что-то интересное. В одном из игроков, о котором сегодня речь у нас и пойдет. Начнем мы этот рассказ как раз-таки с него, с того самого контрола, он же Юстас, он же Шаме, он же Мозг Залагал. Это игрок, который стал открытием данного турнира, как по мне. Я даже не мог себе представить, что данный игрок сможет проявить себя настолько жестко и спрогрессировать с начала турнира настолько сильно, да. Если до начала данного турнира порядка 20 игроков, может даже определенных каких-то команд, глав, говорили мне о том, что это очень слабый игрок, который не проявляет себя абсолютно никак. Как, для чего вообще делается выбор принятия данного игрока, это абсолютно глупо, неправильно и тому подобное, да. То по итогу этот игрок сумел нереально жестко, как по мне, спрогрессировать. Да, понятное дело, что опыта у него до сих пор довольно-таки мало, но я, честно говоря, остался очень сильно доволен им. Я увидел в нем тот самый потенциал уже изначально, то что хоть и игрок допускает довольно большое количество ошибок в микромоментах, но он чувствует карту. Он определенно чувствует карту, он понимает, в какой период времени где он должен находиться, умеет найти тайминг для подбора вражеского флага. А это именно то, что нужно атакеру, который сможет в нужный период времени дернуть флаг, ибо где-то помогут, где-то подстрахуют, и потом уже будет делать грамотные мувы относительно счета. Он не будет рваться в какие-то нереальнейшие атаки или еще что-то, сумеет выслушать правильную установку, и как по мне, такие игроки в дальнейшем, если же, конечно же, захотят сами себя улучшать, прогрессировать, смогут достигать еще больших результатов и больших вершин. Если уж добавить лично от себя, что я думаю по поводу него, и в частности, как бы мог бы его дополнительно, наверное, взбодрить, измотивировать, то то, что если же данный игрок продолжит играть в том же духе, в том же темпе, то у него получится, я думаю, что даже закрепиться в каких-то топ-позициях, в тех же топах, как я знаю, что данный игрок в свое время уделял уже внимание соло-турнирам, и после победы в таком турнире, как данный замечательный турнир сетапов, я думаю, что это придаст ему дополнительную мораль, уверенность, и у него может даже и в сольниках дальше все намного лучше складываться. Летчик-мальчик, он же толстый пончик, он же самый вредный игрок нашего клана, именно так. Я бы его мог бы охарактеризовать на данный период времени, для меня данный игрок также был очень интересен уже на протяжении где-то полутора года, я следил за ним, я видел, что он делал, и мне нравилась та мотивация, то видение вообще игры, игрока, и понятное дело, что у него большое количество плюсов определенных в координации, в контроле карты, в определенных микромоментах, когда он может реализовать свое вооружение, может реализовать определенные моменты, и понятное дело, что есть определенные пушки, на которых он показывает себя выше среднего и выше тех качеств, которые, например, мог бы показать другой игрок, его можно за это только похвалить и выделить, но я, конечно, хотел бы, наверное, тоже еще сказать про то, что данный игрок умеет вывести из себя меня просто нереально жестко, я не знаю, как у него это получается, но у меня довольно вообще редко бывает, чтобы я там на кого-то высказывался грубо, да, во время матча или еще чего-то, но такой, наверное, характер у человека, такой вот вредины, такой маленькой, которая может где-то поднасолить, где-то разозлить, но в общем и целом все равно данный игрок является очень приятным, скилловым, добрым и, самое главное, тем самым игроком, который был нужен команде, который нашел свою позицию по ходу данного турнира, потому что изначально было в этом плане тоже очень сложно, нужно было определиться, изначально тоже не получалось находить место данному замечательному Ленчику-мальчику, но по ходу турнира мы разобрали определенные ситуации, выслушали друг друга и пришли к тому, что данный игрок может себя отлично показывать при определенных позициях и при определенных раскладах, поэтому в этом плане Ленчик-мальчик является очень перспективным и успешным игроком, который в дальнейшем, я думаю, что может претендовать на всевозможные призовые места в соло-турнирах, ну и так же, как и контролу, я бы, наверное, сказал Ленчику, что главное не задирать нос, а идти дальше, и у него тоже многое, чего может получиться еще в этой замечательной игре, может много чего повыигрывать, потому что потенциал и мотивация у данного игрока, я думаю, что на данный период времени является на высоком уровне. Артемчик! Он же King of CP, он же нагибатор года, он же лучший игрок матчмейкинга, все это по праву принадлежит именно ему, это игрок, с которым я уже играю на протяжении где-то трех, ну двух-трех лет, я не знаю точно, сколько там времени прошло уже, с того самого момента, как мы с ним познакомились, но это амбициозный молодой парнишка, который на протяжении уже длительного периода времени показывает то, что он умеет играть, он умеет слушать, он умеет где-то даже перебарщивать, да, то есть умеет и играть, и умеет перебарщивать, в каких-то моментах даже за это его не стоит хвалить, нужно где-то контролировать, находить правильные слова и как-то, как-то, как-то добавлять, добавлять, добавлять какого-то пинка под зад и направлять в нужное русло. Я могу сказать, что данный игрок по ходу данных сетапов также спрогрессировал, у него изменились определенные позиции на карте, он попал не в самую лучшую, наверное, ситуацию для себя, ему пришлось перестраиваться абсолютно, но, как по мне, именно такие моменты показывают истинное лицо игроков, истинное состояние вообще души и то, как ты вообще готов играть, как ты готов показывать и доказывать всем, на что ты способен и проявлять себя только с высшей стороны, потому что, ну, как по мне, не каждый игрок сможет перестроиться, сможет изменить вообще всю свою стратегию, всю свою, все свое видение даже на бой, да, когда игрок на протяжении более двух, может, даже больше лет, я уже сказал, да, играл на позиции атаки, играл с тем игроком, который максимально грамотно читает карту, помогает тебе, да, это я говорю про Аветиса, а потом ты просто теряешь такого игрока, ты остаешься, можно так сказать, один, и у тебя где-то что-то не получается, ты понимаешь, что уже игра становится совсем другой, и в этот самый период времени, когда мы вместе приходим к тому, что лучше перестроиться, лучше поменять позицию, и ты становишься последним дефером, наверное, в душе это где-то тяжело, но я думаю, что такие моменты, наоборот, усиливают игроков, и хоть и не совсем однозначная, как по мне, была его игра, в определенных ситуациях, он проявил себя как достойный игрок, который сумел перестроиться, и практически полноценно я могу сказать, что данный игрок стал более универсальным, нежели простым каким-то атакером, поэтому за это я могу ему только поставить твердую четверочку по пятибалльной шкале, и сказать, что он себя проявил на данном турнире, довольно-таки неплохо. Иммортал Херодов, он же Мишортал, он же лучший тандемщик года, это один из самых опытнейших игроков нашего коллектива, это игрок, с которым я знаком уже более трех лет, который всегда показывал то, насколько круто он умеет играть, насколько круто он умеет читать определенные ситуации, но на протяжении долгого периода времени вместе мы с ним не играли ни в каких турнирах по каким-то определенным причинам, да, там были и проблемы с тем, что он постоянно подвергался DDoS-атакам и прочим не самым приятным проблемам, но на этот турнир данный игрок подошел с полной серьезностью, полной готовностью, и у него, как по мне, получилось доказать всем и вернуться в этот турнир с позиции силы, с позиции того самого злого и грозного игрока, который раньше кошмарил довольно большое количество коллективов, и сумел показать практически идеальную игру в атаке на определенных вооружениях, сумел помочь команде выиграть и проявил максимальную активность в подготовке, я, честно говоря, изначально не думал на то, не думал вообще о том, что данный игрок будет гореть настолько сильно желанием выиграть, но, возможно-таки, за столь долгое время отсутствия турниров для данного игрока, он не участвовал в них, возможно, набирался дополнительной мотивации, дополнительной какой-то силой, и сумел показать себя практически идеально, я, зная данного игрока, наверное, довольно-таки хорошо, могу сказать, что он сумел выложиться практически на максимум, он сумел раскрыть и себя, и потенциально тех игроков, с которыми он вместе играл в атаке, я даже не знаю, что можно было бы еще добавить, это крутейший просто игрок, просто крутейший игрок, которых в нашей игре осталось очень мало, безумно талантливый, безумно жесткий, и я серьезно рад тому, что он сыграл с нами этот турнир, я не хочу там, конечно, как-то приподнимать его над другими игроками, но это достойнейший просто игрок за всю историю, ветеран, и поиграв в нереально большом количестве всяких интересных коллективов, я могу с уверенностью сказать, что это один из лучших игроков, с которым я вместе играл. Lost, он же Ливанчик, он же Левчик, он же Кабанчик толстый, это игрок, с которым до данного турнира я вместе не играл, был знаком, даже он находился у меня в друзьях, мы играли какие-то определенные бои, ЦПшечки, ББПшечки, какие-то там, не помню, закрытки играли, не играли, но в общем и целом это игрок, который возлагал большие надежды для меня лично, вступал в команду на тот момент, дабы играть на определенных позициях, но вскоре, в какой-то период времени, наверное, для себя я понял, что полноценно есть моменты, с которыми я не согласен, с которыми мне не совсем до конца нравятся в данном игроке, и как-то так получилось, что когда пришел у нас дополнительный игрок, о котором пойдет речь уже дальше, для меня данный игрок как-то показался, что то ли немного слабее, то ли я видел в нем что-то другое, да, то есть что мне не нравилось, я хотел, чтобы он себя как-то показал по-другому, и когда увидел другого игрока, о котором, как я сказал, пойдет речь дальше, я понял, что ему придется побыть в стороне, в тени остаться, да, но при всем моем уважении к нему я отлично понимаю, что не каждый может справиться с тем, что... чтобы просто сесть на замену, да, чтобы просто не проявить себя, например, на свой максимум, да, и согласиться с тем, что ты должен быть в тени, но при этом также дополнительно продолжать мотивировать ребят, находить правильные слова и быть постоянно с командой, это сильный человек, который реально... Меня, может быть, даже чем-то удивил тем, что он не начал, знаете, как многие, когда им говорят, что ты там сидишь на замене, и ты там, например, там, тебе что-то в нем, короче, не нравится, или, например, есть в команде игрок, который играет сильнее, и такие игроки, знаете, как будто имеют такую позицию какого-то завышенного там ЧСВ, начинают говорить, что ай, да все, если я сел на замену, я больше не хочу вообще находиться, то есть если вы нашли мне замену, я не буду играть, а Lost это человек, который не отнесся ко всему этому, как бы, с той позиции, что, типа там, меня посадили на замену, поэтому я больше не хочу, как бы, с вами общаться, не хочу быть, он, наоборот, продолжил проявлять больше интерес, да, он оставался все это время в команде, он понимал, что если уж есть игрок, который играет сильнее, он хоть и будет на замене, но он также будет морально поддерживать ребят, он будет вместе, да, он там уже игры определенные рассматривал, помогал, поддерживал дополнительно, и в нужный период времени, когда это было необходимо, он выходил на карту, и он доказывал, что он умеет играть, что он умеет выигрывать определенные ситуации, в том самом гранд-финале, зайдя на два последних раунда, не каждый сможет зайти, и не просто их сыграть, а суметь помочь команде и выиграть, за это я, наверное, хотел бы только похвалить его, да, и сказать то, что спасибо, что такие игроки не начинают опускать руки, потому что я видел довольно большое количество игроков, которые после таких моментов, когда они вынуждены остаться в стороне, они вынуждены сесть на замену, они начинают поднимать, наверное, там свое ЧСВ, начинают говорить о том, что они там какие-то сверхкрутые, сверхнагибаторы, и, соответственно, уходить как-то в тени, и вообще не то, чтобы помогать команде, а вообще просто ее, как бы, затапкивать. Lost показал себя с максимально правильной стороны, и я рад тому, что данный игрок сумел помочь своим присутствием, даже несмотря на то, что в большинстве случаев он оставался в тени, и он оставался седьмым игроком нашего замечательного коллектива. Without, он же Диманчик, он же Нагибатор, Йо-Йо Могилёв, игрок, который проявил себя тоже с довольно-таки положительной стороны, и этот игрок не блистал, наверное, для меня лично на протяжении других турниров, показывал стабильные результаты, начиная с межкланового чемпионата. Я считаю, что этот игрок полноценно является стабильным игроком, который не выпадает, который также спрогрессировал по ходу данного турнира, всё-таки были определённые моменты, которые мне не нравились лично в нём, но по ходу турнира он сумел показать себя также с лучшей стороны, сумел исправиться, поиграть немножко, наверное, больше, сумел спрогрессировать, сумел научиться выигрывать определённые ситуации на карте, выигрывать микромоменты, и, наверное, те минусы, которые у него были по ходу данного турнира, являлись в связи с тем, что он мало уделял времени игре вообще в принципе, да, я не могу сказать, что он не приходил там на тренировки, или не готовился вместе с командой, всё это было, но индивидуально довольно мало данный игрок уделял внимание самой игре, но ближе к ответственным матчам он уже сам, наверное, таки для себя понимал, что стоит больше уделять времени игре, я видел, как он уже там и заходил, и играл в определённые матчмейкинговые там бои, определённые какие-то ещё дополнительные каточки, там где-то паркурил, всё-таки он полноценно, наверное, является любителем больше паркурных движений, и я остался доволен определённо данным игроком, это один из ведущих звеньй атаки, который также умеет и хорошо перестраиваться, помогал мишке, сумели они вместе найти общий язык, да, в принципе-то, иммортал там будет с любым, мне кажется, найдёт этот общий язык, я желаю, наверное, данному игроку также дополнительно не опускать руки, не зазнаваться, не думать о том, что данная победа является там сверх чем-то крутым и нагибаторским, стоит всё-таки продолжать идти дальше, продолжать прогрессировать, если же ему это всё нравится, то для него, наверное, это всё только и только начало, есть куда расти, есть куда прогрессировать, и в дальнейшем при его личном желании можно добиваться ещё больших успехов, ещё большей и лучшей и качественной игры, и, соответственно, продолжать, в том же духе, продолжать нагибать, продолжать прогрессировать, я для себя, наверное, как и другому замечательному нагибаторскому игроку, поставил бы Димасику хорошую, такую твёрденькую нагибаторскую четвёрочку, но до пятёрочки определённо ещё нужно прогрессировать, ещё нужно расти, и ещё есть какие-то моментики, которым, возможно, даже стоит научиться. Кар Пап, он же Каренчик, это один из самых удивительных игроков, с которыми я вообще поиграл, максимально хладнокровный парень, который проявил себя практически идеально. Конечно, были определённые вещи, которые мне не понравились в нём, да, я видел, как игрок немножко теряется, когда что-то идёт не так, когда где-то сбавляется темп, где-то команда испытывает не самые лучшие стороны, но, в общем и целом, это очень успешный, талантливый игрок, который, как и шейм, для меня, наверное, стал определённым открытием. Я до данного периода времени не играл с данным игром вообще нигде, я даже, честно говоря, особо и не видел, как играет данный замечательный игрок, и для меня он показал себя исключительно с правильной, грамотной, позитивной, замечательной стороны, он сумел усилить наш состав, нашу команду, именно он сумел немножко изменить наш основной состав, именно он подвинул Лёвчика, и сумел внести в наш коллектив то самое чувство, то самую вещь, которую не хватало, как по мне, я на притяжении где-то полумесяца играя уже какие-то тренировки, понимал, что нам чего-то чего-то не хватает, где-то что-то получается не так, я даже где-то не понимал, чего нам не хватает, но когда в коллектив пришел именно данный игрок, все начало становиться на свои места, начало получаться где-то очень круто, сумели найти общий язык, сумели найти определенные позиции для данного игрока, ну и конечно данная пушка говорит очень о многом, все-таки в нашем команде не было полноценного шафтовода, и это один из немногих игроков, который умеет владеть данной пушкой, умеет выигрывать определенные ситуации на ней, но и помимо нее, помимо данной пушки, есть также другие пушки, на которых он играет великолепно, умеет реализовывать свои моменты, и как по мне, данный игрок вписался практически идеально в нашу команду, и не так часто бывает, что приходит новый игрок, и может просто затмить другого, и показать, что он намного перспективней, интересней, может усилить определенные позиции, и эти позиции ты сам можешь быстро найти, да, то есть на это не понадобилось какие-то там недели, месяцы, практически с первого дня, как пришел данный игрок в команду, мы смогли найти общий язык с ним, смогли раскрыть его, смогли найти определенные позиции, и все, что оставалось ему, это просто сыгрываться с нами, находить дополнительные какие-то моменты, которые могут усилить нашу команду, могут усилить определенные ситуации, и я остался целиком и полностью доволен тем, как проявил себя данный игрок по ходу данного турнира, невзирая на то, что есть все же определенная, наверное, слабость, когда где-то игрок сам понимает, что он ошибся, и за счет этого он начинает немножко там дизморалится, но закрывая на это глаза, я могу с уверенностью сказать, что без данного игрока на этом турнире нам было бы намного тяжелее, и определенные пушки закрывая, находя подобного рода игрока, нам было намного проще, я не знаю, чем бы закончился бы данный турнир, если бы данного игрока у нас просто-напросто бы не было в составе. Друзья, я не знаю, что из этого всего получится, если вам понравится данный видеоролик, для меня это какой-то вообще новый формат, если вам все понравится, то поддержите видос лайком, напишите в комментариях вообще, как вам подобного рода видеоролик, понятное дело, что говорить я могу очень долго и много, и это продлится на более длительное время, да, и возможно какие-то моменты я не хочу может быть говорить, да, есть еще дофигища, там нереальнейшее большое количество всяких разных вещей, которые я бы мог бы рассказать, но возможно это будет просто лишним где-то, поэтому идем дальше, это всего лишь наверное первый турнир за последние два года, которые мы выиграли, я думаю, что большинство игроков с данного состава останется вместе с нами, для меня это уже больше, чем просто ребята, игроки, с которыми я там сыграл один турнир и забыл про них, это реально достойнейшие игроки, с которыми мне приятно проводить время, приятно играть, я думаю, что это только и только начало, дальше нас ждут другие турниры, где вы сами сможете увидеть то, как у нас будет все происходить, спасибо, что следили за данным замечательным турниром, спасибо, что досмотрели данный видеоролик до конца, как я уже сказал, не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, ну а с вами был мистер Ванька, друзья, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока. мистер Ванька.